Наша страна уже больше года живет в режиме пандемии. Не осталось ни одной сферы, не затронутой коронавирусной инфекцией. Сейчас ситуация, конечно, улучшается. Все это время поддержка от государства в социальной сфере не только сохранялась, но и увеличивалась. Было много новых инициатив президента страны в этом направлении. Именно вопросы социальной поддержки стали одними из главных и в ежегодном отчете о работе правительства, с которым выступил в Госдуме 12 мая премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Какие меры поддержки оказывали семьям с детьми в Чувашии все это время? Что делается сейчас и что еще будет предпринято? Обсудим с министром труда и социальной защиты Чувашской Республики Аленой Елизаровой. В эфире правительственная связь. Алена Геннадьевна, какие меры поддержки семей за 2020 год вы считаете наиболее важными? Ну, к традиционным формам поддержки, которые классически реализовывались, в 2020 году, конечно, безусловно, были дополнены новые беспрецедентные, надо сказать, формы оказания помощи семьям с детьми. Ну, в дополнение таким пособиям, как выплата на первого, третьего ребенка, последующих детей и федерального республиканского материнских капиталов ежемесячного пособия на ребенка, появилась абсолютно новая форма поддержки, такая, как выплата в отношении детей от трех до семи лет, которая была введена по инициативе президента России Владимира Путина. И действительно, такой формы поддержки настолько широкой по охвату и по объему выделяемых средств в истории, надо сказать, наверное, еще и не было. Действительно, вот если посмотреть на сумму, 2 миллиарда 400 миллионов рублей было затрачено только на оказание именно этой формы поддержки, выплата на детей от трех до семи лет. Если говорить о новшествах, то, безусловно, нельзя не отметить это реализацию пилотного проекта по оказанию государственной поддержки нуждающихся семей, семей, которые имеют низкие доходы, так скажем, в рамках реализации социального контракта. 20-й год был для республики пилотным и, надо сказать, достаточно успешным. В данном русле получили поддержку более 5000 граждан, не считая членов их семьи, то есть было заключено более 5000 социальных контрактов. И потрачено на это было порядка 400 миллионов рублей, если быть точнее, 386 миллионов. Республика к этому дополнила еще и свои средства. И к началу учебного года у нас многодетные семьи, в которых растут школьники, получили выплату по 5000 рублей на каждого школьника. Такой формой было у нас охвачено 7500 многодетных семей, в которых всего растут порядка 15 тысяч школьников. Из республиканского бюджета на это направление было выделено порядка 80 миллионов рублей. Это, наверное, такие ключевые, самые интересные и запоминающиеся новшества, которые принес нам 20-й год в плане новых форм поддержки. Поддержка здесь действительно существенная, особенно в такое тяжелое время. И что очень важно, в этот период родителям не как обычно не приходилось собирать пакет документов. Эти выплаты осуществлялись практически автоматически. Вы правы. Здесь еще раз, наверное, напомню про принцип социального казначейства, о котором не раз упоминал и президент страны, и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Принцип социального казначейства, который предполагает оказание поддержки на основании одного документа, заявления. И, как правило, заявление подается в электронной форме на портале государственных услуг. Действительно, это очень удобно. И самая масштабная, скажем так, по охвату выплата это в отношении детей 3-7 лет, это действительно показывает. Здесь из числа получателей более 95% у нас обращаются именно в электронной форме через портал государственных услуг. С 1 апреля уже этого года, 2021-го, вступили в силу новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет. Тоже, насколько я знаю, существенные изменения произошли. Какие именно? Выплата стала, скажем так, трехступенчатой. То есть при обращении, граждане у нас также подают одно заявление, идет расчет выплаты, исходя из 50% размера прожиточного минимума. На сегодняшний день эта сумма составляет 4941 рубль. Если при расчете 50% доходы семьи выравниваются и, скажем так, достигают прожиточного минимума, установленного в регионе, то семья будет получать выплату именно в таком размере. Если же этой суммы будет недостаточно, то здесь же осуществляется незамедлительно перерасчет. То есть исходя из 75% прожиточного минимума, это 7412 рублей на сегодняшний день. Если этой суммы также будет недостаточно для преодоления, скажем так, бедности, то семье будет рассчитана выплата, исходя из 100% прожиточного минимума для ребенка. Это 9883 рубля на сегодняшний день. Ну и безусловно, безусловно, из таких ключевых надо отметить изменение критериев, при наличии которых семья может претендовать на выплату. Безусловный критерий среднедушевого дохода семьи, который был в 2020 году, он сохранился. В этом году также. То есть первое условие, которое будет проверяться при принятии решения, какой доход среднедушевой имеет семья. Если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то, соответственно, далее проверяется наличие имущества у семьи. И здесь тоже достаточно много нюансов, которые появились именно с 1 апреля текущего года. На чем здесь, наверное, более подробно надо остановиться. Как правило, чаще всего то, что мы видим уже сейчас из практики, первой волны, скажем так, рассмотрения заявлений, это наличие квартир, жилых домов, автотранспорта, мототранспорта, да, и даже нежилых построек, таких как дачи, гаражи и так далее. Все это, безусловно, учитывается и влияет на нуждаемость семьи. Если берем жилые квартиры, то здесь при наличии двух и более квартир идет расчет суммарной площади этих квартир. И, соответственно, если она больше, чем 18 квадратных метров на одного члена семьи, то здесь правила таковы, что семья не будет считаться нуждающейся. Что касается жилых домов, то здесь критерий нуждаемости 24 квадратных метра. То есть при наличии нескольких жилых домов будет ровно так же произведен расчет. Если говорить об автомобилях, то наличие двух и более видов автотранспорта также будет говорить о том, что семья не попадает под критерии нуждаемости. Вот такие моменты действительно сейчас выявляются в ходе рассмотрения заявлений и являются зачастую причинами отказов. Алена Геннадьевна, а вот 50% от, получается, прожиточного минимума может получить любая семья на ребенка от 3 до 7 лет? Это вот минимальное? Минимальное пособие в любом случае семья будет получать в том случае, если она соответствует всем критериям. То есть критерий среднедушевого дохода, критерий имущественный, вот так вот в целом его назовем, и есть еще третий критерий, так называемое правило нулевого дохода. То есть это именно поддержка нуждающихся семей? Действительно, конечно, это в реализацию принципа нуждаемости и адресности социальной помощи в реализацию этого принципа появились именно вот такие тонкости, скажем так, и новшества, начиная с 1 апреля текущего года. И, наверное, надо сказать, безусловно, о правилах нулевого дохода, о правиле нулевого дохода, который в данном случае безусловно применяется, поскольку это закреплено, опять же, в федеральных правилах. Если в семье родители не имеют доходов за проверяемый период, период, который проверяется, напомню, это 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до даты обращения. То есть достаточно сложно, я понимаю. Если семья обращается в мае этого года, соответственно, идет обратный отсчет 4 месяца. И, соответственно, с января 2021 года по январь 2020 года берется диапазон, в котором за этот период проверяется совокупный доход членов семьи. То есть это, например, если оба родителя потеряли в этот период работу, да, допустим, и не имели доходов? Да, справедливый вопрос. И правило, безусловно, содержит исключение, поскольку нулевой доход зачастую бывает вызван объективными, уважительными причинами. И, безусловно, в законодательстве этот момент также обговаривается. И уважительные причины, безусловно, не препятствуют получению данной формы поддержки. Но при этом понятно, что любая уважительная причина, в их числе я назову, это уход за ребенком, мамой до 3 лет. Допустим, период учебы, период нахождения, скажем так, без работы, когда человек официально зарегистрирован безработным, о чем вы уже как раз сказали. Период, допустим, папа служит в армии, либо бывают случаи, когда находится и под стражей, либо, значит, отбывает наказание. Все эти периоды, они строго оговорены, и, соответственно, если семья представляет документы, подтверждающие уважительность, значит, отсутствие заработка у членов семьи, то, соответственно, семья признается нуждающейся, и решение принимается по назначению выплаты в том или ином размере. Нюансов действительно много по форме этой поддержки. Вдруг, если кто-то из телезрителей не успеет нас сегодня посмотреть, куда еще люди могут обратиться, чтобы получить именно информационную поддержку для разъяснения? С вопросами, замечаниями и предложениями можно обратиться по телефону горячей линии 26 08 08 и в приемную Министерства труда и социальной защиты 26 13 22. Звонки принимаются с 8 до 17 часов. Действительно, кому нужна помощь информационная, пожалуйста, звоните, потому что за всеми изменениями в социальной поддержке не уследишь. Вот 14 апреля правительство республики также внесло изменения в правила назначения региональных пособий. Что здесь нового и для кого изменились правила? Действительно, правила поменяли. В первую очередь с таким посылом, чтобы максимально было удобно нашим гражданам. По выплатам в отношении третьего и последующих детей, если ранее у нас граждане обращались два раза в год, то есть она назначалась на 6-месячный период, то сейчас в правила внесены изменения, соответственно, семья в два раза реже может обращаться, поскольку мера поддержки будет назначаться на срок 12 месяцев. Ну и кроме того, был в данном случае также внедрен, скажем так, принцип социального казначейства, о котором мы сегодня с вами говорили. Что означает он? То, что семьи, которые на сегодняшний день состоят в реестре малоимущих, при обращении за данной формой поддержки, им будет достаточно оформить одного заявления. Алена Геннадьевна, принцип социального казначейства, он будет действовать и дальше? Мы надеемся, что пандемия уже, конечно, закончится. Как вот эта работа будет дальше осуществляться? Принцип социального казначейства, я бы его даже не стала связывать с пандемией, поскольку он в большей степени нацелен на то, чтобы создать удобные, простые, доступные формы оказания помощи гражданам. И в своем послании президент России как раз сделал акцент именно на этом, чтобы максимально все формы поддержки, как федеральные, так и региональные, муниципальные, предоставлялись именно по принципу социального казначейства, то есть на основании одного заявления. Понятно, что все эти изменения потребуют, скажем так, поэтапного движения, поступательного движения, поскольку здесь требуется как внесение изменений в законодательство, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. Это, наверное, надо сказать, первый этап на нашем республиканском уровне. Мы его уже начали реализовывать. Кроме того, он потребует и внесения, точнее, проработки определенных программных продуктов, которые в этом процессе задействованы. Ну и, конечно же, мы уже в этом направлении, что называется, стартовали и будем двигаться дальше по всем формам поддержки. Вот еще Чуваша стала одним из лидеров в стране по внедрению соцконтракта. И республика неоднократно отмечалась на федеральном уровне в качестве хорошего примера по реализации такой меры поддержки. Какую именно помощь малоимущие семьи могут получить в рамках соглашения сегодня? На сегодня по социальному контракту семьи могут претендовать на три основные ключевые формы поддержки. Первая форма, она предполагает, значит, поддержку при трудоустройстве. Но при этом, если есть желание у человека получить новые компетенции, квалификации, то инструмент социального контракта дает возможность пройти обучение, опять же, за счет поддержки государства. То есть обучение будет бесплатным. Период обучения может составлять до трех месяцев. И в этот период гражданин получает стипендию немногим более пяти тысяч рублей. А затем, в последующем, трудоустраиваясь, он получает доплату к своей заработной плате. Также в течение трех месяцев. То есть, скажем так, это такая стартовая поддержка, чтобы помочь человеку закрепиться на новом рабочем месте. Следующая форма поддержки, которая также активно реализуется, это помощь в рамках социального контракта при открытии своего собственного дела. Для этого гражданин также заключает социальный контракт, ровно также имеет возможность пройти обучение, получить какие-то новые навыки для того, чтобы дальше развивать уже свой новый, скажем так, маленький бизнес. И получает помощь для развития, скажем так, для этого он и представляет свой небольшой бизнес-план, чтобы было понятно, на что затрачиваются средства, предоставляемые по контракту. Объем средств составляет до 250 тысяч. Это максимальная. Это максимальная сумма, как правило, именно ее граждане получают. И здесь в первую очередь хочется отметить, что это такой замечательный шанс и для молодых мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Есть у нас успешные такие примеры, когда молодые женщины, используя такой инструмент социального контракта, открывают свои логопедические кабинеты, открывают свое маленькое дело, скажем так. Ну и так же, как маленькое дело, наверное, надо сказать, помощь при открытии, при ведении личного подсобного хозяйства. Здесь гражданин регистрируется как самозанятый, либо индивидуальный предприниматель, и на ведение личного подсобного хозяйства получает до 100 тысяч рублей. А не должны эти люди потом как-то возвращать эти деньги? Или это им вот дается как мера поддержки? Вопрос абсолютно правильный, поскольку, как любой другой контракт, он предполагает обязательства двух сторон. Если государство оказывает помощь, то со своей стороны гражданин обязуется дальше осуществлять деятельность в рамках того бизнес-плана, который он представил. И с его стороны будет обязательство вести свою деятельность в течение трех лет подряд с момента заключения социального контракта. Если же это условие не соблюдается, то только в этом условии, при наличии такого условия, гражданину нужно будет вернуть полученную сумму поддержки. Если же он все три года ведет свою деятельность, то, соответственно, эта сумма не подлежит возврату. Отлично. Даже независимо от его выручки, от его привычки. Результатов хозяйственной деятельности. Да, правильно. Хорошо. И по социальному контракту есть третья, наверное, самая популярная по итогам 2020 года форма поддержки. Это прямая помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. К числу семей, которые находятся именно в такой ситуации, относятся узкий круг достаточно. Это семьи с четырьмя и более детьми. Это семьи, где родители имеют инвалидность. И так далее, и так далее. То есть такой особый контингент, который, скажем так, больше, наверное, нуждается и более чувствителен. Если не будет помощи от государства, то мы понимаем, что достаточно сложно. Эта форма поддержки предполагает ежемесячную выплату в размере 10 361 рубль в течение шести месяцев подряд. Да, срок сократился, но это связано с тем, что начиная с 2021 года в целом поменялись правила по социальному контракту и сроки при трудоустройстве, когда идет выплата, также поменялись. В большей степени это связано с тем, чтобы охватить максимальное количество жителей, которые могли бы получить помощь по социальному контракту. Сколько у нас таких семей, которые находятся в такой ситуации, которые могут воспользоваться социальным контрактом? Вот в этом направлении именно. Если смотреть общую количество социальных контрактов, по итогам 2020 года их было 5147 контрактов. Из них почти половина, это 2425 контрактов, как раз было направлено на прямую финансовую поддержку нуждающихся семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Помощь, я так понимаю, будет продолжаться семьям и детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Наоборот, меры даже усиливаются. Президент страны Владимир Путин в своем послании поручил к июлю подготовить систему поддержки семей с детьми. И уже сейчас помочь неполным семьям, беременным, испытывающим материальные трудности. Как идет подготовка к этим мерам в республике? На сегодняшний день на уровне федеральном, соответствующий проект федерального закона уже разработан. Он предполагает, что перечисленные формы поддержки, это выплата на детей от 8 до 16 лет, выплата беременным женщинам. Вот это опять новая форма поддержки от 8 до 16 лет. У нас еще именно такой категории, по-моему, не было. Именно такой категории не было. Если мы с вами обратимся к прошлому году, у нас были выплаты на детей от 3 до 7 лет. Сейчас же это дополнение, скажем так, поэтапное движение вперед. Соответственно, если учесть все формы поддержки, то у нас дети до 16 лет так или иначе будут претендовать на получение каких-либо форм. Да, той или иной формы поддержки. Ну и плюс абсолютно новая, даже несколько похожая на нашу форму поддержки, которую мы реализовали в прошлом году. Это помощь родителям при сборе детей в школу. Президентом России введена такая форма поддержки. Она будет в этом году единовременная также. Планируется в августе в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, который растет в семье, в том числе и будущим первоклассникам. Ну и женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, если ранее не получали единовременную сумму, она была небольшая, то сейчас эта форма полностью, скажем так, трансформируется. Она приобретает ежемесячный формат поддержки. И в суммарном выражении она достаточно существенно будет составлять половину прожиточного минимума для населения в регионе. Действительно. Раньше, если я не ошибаюсь, это было несколько сотен рублей. Верно. А сейчас, если применительно к нашему региону, то выплата будет составлять 5207 рублей ежемесячно. Вот в период, когда женщина стоит на учете. Но что касается порядка реализации, понятно, сейчас жители очень вопрос этот интересует. И к нам действительно поступает много звонков. И после принятия на федеральном уровне соответствующих нормативных изменений, скажем так, законодательства, будут приняты, конечно же, правила, регулирующие предоставление этих выплат. И полагаю, что, поскольку правила еще не утверждены, полагаю, что здесь также будет максимально использоваться принцип социального казначейства. То есть, думаю, что правила... Максимальное хождение по инстанциям. Да, максимальное удобство и простота, я думаю, безусловно, будут в приоритете. С учетом новых, вводимых в 2021 году форм поддержки, мы с вами видим, что государство будет поддерживать семью, начиная с рождения практически, и до 16 лет. То есть, все время практически, когда растет ребенок. И действительно, такие формы поддержки, они, безусловно, будут способствовать и улучшению демографической ситуации в России, и будут свидетельствовать о реализации тех конституционных принципов, которые у нас закреплены, о поддержке материнства, отцовства и детства. Спасибо, Алена Геннадьевна. Сегодня у нас в гостях была министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алены Елизарова. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова